Ну что ж, надеюсь, что у тебя получился скрипт и твоя открытка открывается. И, наконец, в этой части урока мы все-таки доведем до ума нашу открытку, создадим необходимые спрайты и напишем скрипты. На самом деле у нас открытка открывается не когда мы нажимаем на флажок. Если мы вернемся к нашему примеру, то открытка открывается, когда мы нажмем на кнопочку «Открыть» – «Click to open». Прежде чем продолжить, мне немножко для видео мешает звук, поэтому я звук уберу, я знаю где он, он здесь. Потом мы его вернем, аналогично напишем, и вернусь к скрипту вот этого спрайта. Этот спрайт у нас появляется в начале, вот, когда мы нажали на флажок, и когда мы на него щелкнем, вот наша открыточка открывается. Давай так и сделаем. Значит, еще раз, вот я нажму на флажок, чтобы было видно нам, что в начале. В начале у нас спрайт пингвинчика, ну, или кого-нибудь еще мы подберем, кого захочешь, и вот этот вот спрайт-кнопочка. Понятно, что их надо нарисовать. Давай посмотрим, есть ли такие спрайты, похожие хотя бы, в библиотеке. Ну, или выберем какой-то другой. Выбираем добавить спрайт. Это будет у нас, даже не знаю в каком разделе, поэтому пролистаем все. Здесь, похоже, такой стрелочки нет. У меня такое ощущение. Ну, зато я видела пингвинчика. Ну-ка, давай-ка мы его поставим. Вот этот пингвинчик, да? Правда, там он покрасивее, он там разокрашен. Ну, давай мы его добавим. Вот. Похож? Похож. Точно такой. Только здесь ему добавлены еще украшения. Мы их потом добавим. Пусть будет пока такой. Чудно. Ну, и поищем все-таки, что будет у нас использоваться для открытия нашей открытки. Здесь можно фантазировать. Ну, поищем. Если не найдем, то нарисуем сейчас. Угу. Тут буквы. Ничего такого подходящего нет. Пока листала, подумала, что все-таки рисовать мы сейчас не будем. У нас урок работы со сценой, и надо сделать открытку. Как рисовать спрайты, ты уже знаешь. Ну, мне почему-то захотелось сделать вот эту вот галочку поставить. Возьму ее. Вот так вот. И для того, чтобы можно было понять, для чего она нужна, мы должны перейти в костюмы. Вот этот второй мне, наверное, не нужен. Черный. Оставлю только этот красивый зелененький. И нужно написать Click to Open по-английски. Кто знает английский? Ну, у нас открыточка, скорее всего, будет русская. Поэтому мы попробуем сделать надпись по-русски. И сейчас я покажу, как это можно сделать. Наверное, ты уже помнишь и знаешь, что если мы выбираем инструмент текст, и начинаем набирать что-то, по-русски, к сожалению, Scratch не понимает. Но есть решение проблемы. Я покажу это в этом уроке и сделаю отдельное видео, чтобы можно было его использовать для справки. И дам ссылку под видео на тот проект, с помощью которого мы можем получать вот такую вот красоту. На сайте Scratch есть специальный проект, который позволяет сделать русский текст. Но сейчас мы его просто используем, а в отдельном видео я расскажу, как им пользоваться. Ссылочка на этот проект будет под данным видео. Ты сможешь ее просто использовать и ввести. А здесь мы просто его запустим и напишем текст. Ну, я напишу текст по-русски, открой открытку. И нажимаем Enter. И вот эта абракадабра нам как раз нужна. Нам ее нужно скопировать. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-C. Переходим в наш проект. И вот сюда, куда мы хотим ввести текст, нажимаем Ctrl-V. Вот, пожалуйста, у нас появился текст на русском языке. Теперь нам осталось разместить его так, чтобы это было красиво. Ну, вот так я сделаю. И сделать тот цвет, который мы хотим. Ну, вот этот цвет. Наверное, надо поярче. Да, вот этот цвет. Отлично. Я вижу, как это выглядит на сцене. Могу переместить. Возьмем сейчас, переместим. И можно повернуть. Вот такую сделаем мы кнопочку. Ну, вроде неплохо, правда? Вполне. И наша открытка тоже становится оригинальной. Так, отлично. Наш спрайт готов. Потом, если будет желание, мы его перерисуем. Но это ты уже сможешь сделать сам. Так, и теперь нам нужно сделать что? Мы щелкаем по вот этому спрайту, по этой кнопочке. И у нас открывается открытка. Для того, чтобы это сделать, у нас есть вот этот код. Вот он. Здесь есть комментарий в демонстрационном проекте. Когда щелкаем по спрайту, меняется фон. И у нас команда, когда спрайт нажат. И здесь раз у нас меняется фон. На второй и на третий через 0,2 секунды. Для того, чтобы у нас произошел эффект открывания открытки. Тот самый, который мы писали вот здесь. Вот. Вот эту вот часть. Мы писали уже ее. В общем, для того, чтобы заново не писать, мы ее отсюда оторвем. И вот сюда перекинем. Она нам нужна. Вот она появилась. Чудно. Теперь возьмем из группы события, когда спрайт нажат. Вот так. И еще эта кнопочка должна исчезнуть после того, как открытка откроется. Верно? Значит, мы должны что добавить? Должны добавить спрятаться. Ну и, конечно же, для того, чтобы несколько раз можно было открывать и закрывать открытку, нам нужно вначале, чтобы эта кнопочка, этот спрайт показался. Верно? Проверяем. Нажимаем на флажок. Вот у нас открытка закрыта. Мы наводим мышку, пока никаких эффектов не происходит, потому что скрипт мы не писали. Но если мы щелкнем, то наша открыточка открылась и кнопочка пропала. По-моему, то, что нужно. Единственное, что здесь пингвинчик нам не нужен, поэтому мы сейчас тоже его уберем. Как мы это сделаем? Нам нужно написать скрипт для пингвинчика. Вначале у нас он появляется. Показаться. А потом, давай подсмотрим. Тут команда, когда фон меняется на первый. Это то же самое, что происходит в начале. А еще вот есть замечательная команда. Мы можем проверить, какой фон у нас текущий. И когда фон изменился на второй, то пингвинчик прячется. Давай так и сделаем. Выбираем. Когда фон меняется, конечно же, на второй. Уже на втором, когда у нас открытка открывается, нашего пингвинчика не должно быть спрятаться. Проверяем. Так, в начале все есть. Щелкаем. Раз, все пропало. Отлично. Открытку мы открыли. Так, что дальше? Дальше, давай запустим. Мы открываем. И у нас появляются красивые надписи и тортик. Ну, давай это и сделаем. А потом добавим музыку. Значит, у нас должно быть еще раз, два, три спрайта. Тортик и надписи. Ну, надписи, ты догадываешься, мы сможем сделать столько после того, как нарисуем. А тортик вот у нас есть. Готовый. Давай проверим, какие у него костюмы. Вот у него два костюма. Правда, один костюм зажженная свеча, другой костюм погасшая свеча. Если мы посмотрим здесь, то здесь костюмы вот такие вот. И смотри, происходит мерцание. Мы сделаем это тоже. Мерцание происходит за счет того, что свечи немножечко вот так вот они искажаются. У меня запущен проект, я его остановлю. Но пока нам достаточно первого спрайта. И вот так вот тортик должен здесь появиться. Мы пока сделаем немножко проще. А в следующем уроке я расскажу об очень хороших командах, которые нам помогут эту открытку подправить. Сделать, чтобы тортик выезжал. Хотя я сейчас покажу тебе эти команды, а потом объясню. Я думаю, что ты справишься. Итак, нам нужно, чтобы тортик выезжал тогда, когда у нас фон какой? Правильно, третий. Значит, мы так и делаем. Когда фон меняется на третий, а в начале, что у нас? В начале он у нас должен спрятаться, когда щелкнута флажка. А вот когда фон будет третий, он у нас должен показаться. Ну, давай сделаем сначала так, да? Запускаем, открываем открытку. И вот тут тортик. Чудно. Теперь нам нужно сделать, чтобы он выезжал, да? Ну, вот он куда-то пусть сюда все-таки выезжает. Значит, чтобы он выезжал, есть замечательные команды движения, которые называются плыть. Он будет у нас плыть. И плыть он будет как раз в эту точку, в которую мы поставили. Поэтому сразу я сделаю вот так. Пока он никак никуда не приплывет, потому что в начале мы должны ему задать местоположение другое. Он должен выплывать вот откуда-нибудь отсюда, то есть снизу. Ну, совсем вниз мы его не сможем сместить, потому что здесь, ты помнишь, да? Защита такая вот. Ну, как-то так мы его можем сделать. Ну, в принципе, и так хорошо. И используем вот эту команду, перейти в x, y. Что такое x и y, я тебе расскажу попозже. Вот так сделаем. Вначале, когда щетну по флажку, перейти в эти координаты, а потом он переплывет в новые. Давай посмотрим. Итак, открыть открытку. Что-то не получилось. Почему не получилось? Потому что у нас команда не в той последовательности. Сначала тортик должен показаться, а потом уже плыть. Надо их поменять местами. Вот так. Проверяем. Щелкаем. Оп. И тортик выплыл. Все получилось очень здорово. Сейчас мы сделаем надписи. Надписи мы нарисуем. Что мы нарисуем? Какое-нибудь поздравление. Здесь у нас happy birthday. Два слова по-английски. А по-русски это будет с днем рождения. Ну, и мы сделаем один спрайт. Напишем с днем, а второй рождение. Нам надо нарисовать. И мы уже знаем, что можем использовать инструмент текст. Конвертируем векторную графику. Сейчас нам это удобнее. И используем вот этот проект. Русские буквы в проектах. И нажимаем флажок. И пишем с днем. Так. Enter. Копируем абракадабру. Ctrl-C. И сюда берем инструмент в текст. Вставляем. Вот. С днем. Ну, наверное, здесь лучше сделать действительно синий цвет. Не всегда сразу отображается. Вот теперь отобразилось. Ну и украшать пока не будем. Пусть поставим только... Вот в серединке есть такой крестик. Смотри, вот он. Лучше ставить все, что ты рисуешь, в серединку. Вот сюда, к этому крестику. Либо можно это сделать быстрее. Если мы используем инструмент установить центр. Вот. Ставим в этот центр как раз туда, куда надо. Вот сейчас я немножко сместила. Поставим вот так. Ну, плюс-минус здесь уже не важно. Важно то, что потом с этим удобнее работать. Итак, спрайт с днем готов. И теперь мы можем сделать аналогичный. Просто продублировав этот. И отредактировав. У нас уже открыт графический редактор. Смотри, очень важно, какой спрайт ты выбираешь. И здесь нам нужно будет написать рождение. Рождение нам нужно написать опять же здесь. Рождение. И восклицательный знак, конечно же. И вот эту абракадабру копируем. Ctrl-C. И вставляем сюда инструмент текст. Выбрали. Выделим текст. И заменим. Вот. Рождение. Чудно. Здесь уже все посерединке практически. Нас это устраивает. Теперь на сцене мы ставим спрайты туда, куда нам нужно. Вот здесь. И здесь. Ну, так красиво, по-моему, да? Что еще нужно сделать? Сейчас нужно написать скрипты, похожие на те, которые у нашего тортика. Правда же? А именно. В начале у нас будет, когда мы щелкнем по флажку, этих надписей не будет. То есть они должны спрятаться. Когда щелкнем по флажку, спрятаться. И один, и второй. Поэтому сразу сюда перекинем. И еще сделать анимацию. Когда фон меняется на третий фон, да? Бэкдроп 3. Должны наши надписи показаться. Внешность показаться. Да, тоже скопируем сюда. Вот так быстрее. Правда же? И теперь, по аналогии с тем, как мы здесь реализовывали, мы реализуем выезжание, выплывание этих надписей. Как мы это сейчас сделаем? Еще раз повторим. Для того, чтобы выплывало на место, вот у нас уже стоит на месте. И вот здесь вот нам нужно добавить плыть в точку. И он сюда приплывет. Аналогично здесь тоже берем и добавляем плыть в точку. Дальше. Для того, чтобы было понятно, откуда он будет выплывать, мы переместим. Ну, допустим, первую надпись, пусть она выплывает сверху. Поэтому мы ее поставим вот сюда, вот вверх. И в начале, когда щелкнут по флажку, используем команду перейти вот сюда, в это место. Так? Снем. А для надписи рождения, пусть она выезжает у нас снизу. Мы ее поставим вот сюда, далеко-далеко вниз. И тоже перейти поставим вот здесь. Ну что, проверяем? Давай. Так. Так. Все получилось. Осталось добавить музыку. И еще в начале у нас вот этот вот эффект. Пингвинчика, я думаю, ты дорисуешь самостоятельно. Добавишь ему колпачок, там какие-нибудь еще вещи. Сможешь, можешь сделать смену костюма, если хочешь. Ну, а я сейчас покажу, как сделать так, чтобы вот при наведении мышки на эту кнопочку она меняла цвет. Давай подсмотрим. Мы же учимся, правильно? Мы можем взять вот этот спрайт, открыть его и посмотреть, как здесь это происходит. Здесь у нас в начале, когда щелкнут по флажку, меняется фон, эта кнопочка показывается. И в цикле всегда у нас стоит проверка. Если касается указатель мыши, то есть когда мышка пройдет, вот давай я так вот сделаю, когда указатель мыши касается, вот я касаюсь и что-то происходит. Происходит, что начинает качаться эта кнопочка, это происходит за счет смены костюма и еще она меняет цвет. Вот здесь вот есть команда «Измени эффект цвет», ну, такая команда, сейчас я ее покажу, на 25. Давай это воспроизведем пошагово, да? Значит, идем, пишем скрипт для этой кнопки, отодвинем, здесь она у нас показалась, добавляем цикл «Всегда», проверка «Если» и голубенький касается указатель мыши. Так вот, да? И костюмов у нас пока нет, достаточно у нас всего два, а с помощью команд «Внешность» изменить вот цвет мы можем. Ну и для того, чтобы это не происходило очень быстро, смотри, если мы сейчас это сделаем, то вот получается такое быстрое мигание. Хотя, возможно, кому-то это даже и нравится, очень даже здорово, да, мигает быстро. Ну, чтобы не мигало быстро, если есть желание, нужно добавить вот это вот «Ждать», ну, здесь 1 это многовато, а 0.2, например, сколько там, подсмотрим, здесь 0.3, ну, мы сделаем 0.2, чтобы чуть-чуть быстрее было, вполне достаточно. Вот, видишь, вот так вот он меняет цвет. Очень интересно у нас получилось, разные цвета и кнопки, и тексты, поэтому очень здорово мигает. Ну и чтобы она еще как-то качалась, что мы сделаем? Мы сделаем еще один костюм, продублируем вот этот, выберем, выделим все, вот так вот, просто я беру и обвожу мышкой все. Можно, в принципе, сгруппировать, нажать на кнопочку, чтобы можно было все это вместе выделять. И сейчас мы его повернем, повернем, наверное, вот так, вот, да, чтобы качалась так, 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 да, чтобы помещалась, отлично. И берем, что, сначала у нас до цикла костюм должен быть какой, тут у нас вот получилось непонятно что, кнопка, да, вот должно быть А, да, первый костюм без цифры, вот этот, да, А здесь мы уже будем менять костюмы просто на следующий костюм и все. Проверяем. Вот он качается, меняет цвет, очень даже весело получается. Ну и последнее, что мы сейчас сделаем, мы добавим звук на сцену, чтобы когда у нас появляется третий фон, вот это нам не надо, мы можем убрать, а когда фон меняется на третий, пусть у нас играет музыка. Но музыку нужно добавить. Для того, чтобы у нас появилась музыка, нам нужна вкладка звуки и нажимаем на кнопку выбрать звук из библиотеки и здесь можно найти звук Happy Birthday. Ну вот у нас тут есть, вот, Birthday Bells, Birthday Просто, сейчас включим. Ну вот, чудненько, мне это нравится, колокольчики, нажимаем ОК, вот этот убираем, нам не нужен и теперь в скрипте мы можем играть этот звук. Вот так. Давай посмотрим, как это было у открытки, а здесь так как раз и было, я просто убирала, чтобы он нам не мешал. Ну а сейчас мы запустим окончательный проект. Так, открываем открытку. Все работает. Напомню, что нужно не забывать сохранять. В этом уроке я работала не в своем аккаунте, поэтому я сохраню, скачаю на свой компьютер. Если ты работаешь в своем аккаунте, у меня уже один раз я сохраняла по этому заменю, ты можешь просто ввести имя и у тебя будет здесь вот сохранено. Я желаю тебе успехов, доделывай свою открытку и встретимся в следующем уроке.